Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас ко второй главе книги «Бытие». Собственно, новый рассказ о сотворении мира и человека начинается с четвертого стиха второй главы. Первые три стиха, в сущности, заканчивают первую главу, относятся к ней. С четвертого же стиха мы видим довольно сложно устроенный рассказ, совершенно не похожий на то, что мы видели в первой главе. Во-первых, по большому счету, это не столько рассказ о сотворении мира, сколько о сотворении человека. Рассказ, который очень четко сконцентрирован на человеке, как своего рода центре мироздания. имеется в виду, конечно, тварный мир. Понятно, что в центре вообще всего всегда Бог. Но вот в этом мире тварного в центре оказывается человек. И автор здесь не говорит о том, что шаг за шагом, день за днем, на протяжении определенных этапов развивалась жизнь и был создан человек. Как это было в предыдущей главе. А здесь наоборот, смотрите. Вот происхождение неба и земли при сотворении их. То есть вот как было сотворено. Когда Бог создал небо и землю. Все, как вначале там было сказано. Вначале сотворил Бог небо и землю. Ну, действительно. И смотрите, полевой кустарник, но его еще не было на земле. Полевую траву, но она еще не росла. Потому что Бог не посылал дождя на землю. И не было человека для возделывания земли. Но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. В первом рассказе мы видели как подряд. А во втором, как будто бы все уже есть, но еще ничего нет. Еще не включили эту всю конструкцию. Как часовой механизм, собранный. Но еще вот рычажок не повернут. И этим рычажком, который действительно запускает работу всего механизма, вот является для второй главы книги «Бытия» человек. Не было еще человека для возделывания земли. Но пар поднимался с земли и орошал все лица земли. Ну, то есть, заметьте, что про круговорот воды в природе, они, в общем, вполне себе понимали и имели довольно здравое представление. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни». Вдунул в лице его дыхание жизни. Во-первых, конечно, обращают на себя внимание слова о прахе земном, потому что, ну да, это так, как ни подойди к этому. Ну, вот это действительно так, это очень в этом смысле текст реалистический, сугубо. «Прах земной» – очень непочтенный материал. Вот какой-то такой природный материал. Ну, вот, теперь вопрос, конечно, до какой степени хотел автор сообщить об этом читателю, или это случайная литературно-поэтическая деталь, которая попала в его рассказ. Это не такой однозначный вопрос. Гораздо, может быть, важнее для нас то, что Господь, сотворив человека из праха земного, вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою. Это некоторое непростое для перевода понятие, которое мы часто принимаем, пытаемся понять не вполне адекватно, и поэтому смущаемся. Речь идет примерно вот о чем. Слово Божие, Веткий Завет в частности, называет этим словом душа живая, или дыхание жизни, то, что движется внутри человека. Они знают, что внутри человека есть некоторое движение, движение крови. Ну, там, конечно, да, до голена еще полным-полно времени, но тем не менее, что в человеке движется кровь, и она есть, это движение происходит, и вообще какое-то движение внутри. Но знают они, конечно же, невозможно, чтобы это было неизвестно. В конце концов, они и воюют, и охотятся, и много разных происшествий наталкивают человека на эту мысль. Одним словом, они называют душой живой вот то, что движется внутри человека, и говорят о том, что пока оно движется, есть жизнь. Душа живая – это не такое привидение из сказки Малыши Карлсон, дикое, но симпатичное, в белой простыне, значит, и с крылышками что-то там такое порхает, да, очень сильно душевное. Нет, нет, это движение внутри личности человека, внутри человеческого существа, то, что человека как механизм заставляет работать. Поэтому для библейской культуры вместилищем жизни или души живой является именно кровь, а центром человека является именно сердце. Одним словом, точно так же, как рассказывается о сотворении мира, сотворении природы, как о некоем механизме, который уже вот готов, уже пар поднимается, и надо только добавить человека, чтобы оно включилось и заработало. Точно так же человек представлен здесь как некий механизм, который надо включить, и оно начнет двигаться и работать, и оживет. Вот таким рисует автор этого предания человека, и Бога, который запускает это движение жизни, что, собственно, и есть вдохнул в лице его дыхание жизни. Вот Бог приготовил, сделал и запустил. Человек стал живым, и все остальное вокруг него стало тоже живым. Теперь дальше чрезвычайно важное с точки зрения коммуникативного намерения автора, то есть возвещения. Следующая мысль здесь говорится о том, что Бог посадил некий рай, насадил рай в Едемии на востоке. Вот прекрасный сад, там замечательные деревья, приятные на вид, хорошие для пищи, рай в Едемии на востоке. Понять, где такое в Едемии на востоке очень трудно, потому что с одной стороны это пространство ограждено четырьмя реками, из которых две тигр Ефрат, текущие там примерно параллельно, а две другие непонятно где, поэтому иногда тоже старинные толкователи любили говорить, что этот рай только двумя сторонами на земле, а двумя сторонами где-то не на земле. ну вот вряд ли это хотел автор сообщить, а хотел он сообщить то, что Бог сотворил мир прекрасным, мир сотворил прекрасным, как райский сад, и там все на своих местах, и дерево приятное на вид, полезное для пищи, дерево жизни, дерево познания, все на своих местах, вот это все дается человеку. И дальше сказано о том, что взял Господь Бог человека, которого создал, поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать и хранить его. Это записывается еще раз скажем для иудеев, которые ищут себя, ищут свою идентичность в конце пленной эпохи или сразу после, вскоре после плена. И вот для них, вероятно, был важен рассказ о том, что вообще человек появляется в этом мире не просто так. Не для того, чтобы кормить богов, как думали в Вавилонине, да и шумеры тоже. не для того, чтобы скорбить и страдать, как думают другие восточные религии, там, ближе к Индии, да и персидские тоже. Не для чего-нибудь еще, не просто как игрушка какая-то слепых сил. У человека есть задачи. вот тот гармоничный мир, который описывается в второй главе, во втором рассказе о сотворении мира. Этот гармоничный мир характеризуется тем, что вот человек в нем есть, и у человека есть задачи возделывать и хранить. Предыдущей главе было сказано владычествовать, наполнять, плодиться, размножаться, наполнять землю и владычествовать. Здесь вот возделывать и хранить. Так или иначе, вот израильтянам рассказывают в начале самой этой книги, Бог сотворил мир, Бог сотворил в нем человека, и Бог поставил человека возделывать и хранить этот мир. Вот в целом то возвещение, которое действительно хочет донести до своего читателя автор. Ну и кроме этого, конечно, вот он помещает здесь удивительное предание о сотворении Евы, о сотворении женщины, которое собственно названо плоть от плоти, кость от костей моих и помощник человеку. помощник человеку. В этой части второй главы как будто бы Бог говорит нехорошо человеку быть одному, сотворим ему помощника соответственного ему. И дальше автор рассказывает, что Бог образовал всяких животных, привел к человеку, чтобы тот дал им имена, и все это не то, все это не помощник. Здесь, по-видимому, тоже коммуникативное намерение автора достаточно ограничено, и главная мысль, которую он хочет донести, это единство, одинаковость и общность природы мужчины и женщины. Вот весь предварительный разговор про других животных, про то, как человеку нужен помощник, как он называет всех этих животных, это собственно введение, предварительная часть к разговору о Еве с 18 до 22 стиха. Дальше говорится о том, что Бог взял ребро. То есть, на самом деле, насколько такие ребро там имеются в виду в оригинале, это сложный вопрос. Может быть, для автора вообще была некая боковая сторона, одна из сторон человека, а может быть, и в самом деле он представлял себе вот таким вот образом, что Бог взял ребро и из него что-то там такое слепил. суть дела от этого не меняется, потому что в конечном итоге, вот, она будет называться женой, потому что взята от мужа своего. Этот рассказ предполагает некоторое единство, сущностное единство мужа и жены. И, соответственно, оставит человек отца своего и матери свою, и прилепится к жене своей, и будут двоеодноплоть. архаичная культура. У всех, у кого хватает на это денег, то есть у основного фараона, конечно, жен по нескольку и иногда даже очень по многу. В той культуре, где записывается этот рассказ, тоже есть любители построить гарем и набить его красавицами. И до добра эти красавицы таких царей не доводят. Это, ну, как бы, если красавец больше, чем одна, до добра не доведет. Считает автор этого рассказа, и поэтому он говорит, нет, ребята, это вообще одно, это Богом так задумано. Вот, человек и жена, а не мужчина и дальше это вот белый солнце пустыни все в паранжах строим, понимаете, он на самом деле выбирает такую форму предания, которая несовместима с этой, с этой страстью к многоженству, свойственной царям, начальникам, богатеям. Нормальные-то люди в эту архаическую эпоху, когда этот рассказ формируется, записывается, когда он актуален, конечно, не могут себе позволить больше одной жены, да и зачем им, понимаете, вот, даже с учетом всех демографических особенностей. поэтому автор здесь в первую очередь говорит о том, что вот в том замысле Бога о мире, который мы видим, в том замысле, в котором вот дано человеку место возделывать и хранить, и при нем помощник подобный ему. Подобный ему в данном случае, конечно, означает такой же. Вот. Вот он подчеркивает кость от костей моих то же самое, одно и то же. Слово, которое здесь употреблено, может быть вообще переведено не как ребро, а как одна из сторон или там фланг войска вот подобным образом, потому что действительно это такое получается двойственное существо. Заметьте, что на это было указание в предыдущем рассказе тоже. Но здесь прямо автор посвящает этому довольно значительный фрагмент текста. Тоже одно из немногих коммуникативных намерений в этой главе.